Чудесная, просто чудесная игра под названием Брейд. Это инди-игра, которая сделана настолько круто, что играя в нее, ты не делаешь скидки на то, что она инди, ее же делает с идеей, делает с мыслью, она просто крутая. Даже если сравнить ее с большими тайтлами, она выглядит просто прекрасно. В общем, что такое Брейд? Это обычный платформер типа Марио, где прыгает такой человечек в галстучке, падает на голову каким-то монстром. Все это сделано красиво, очень с артовой точки зрения, как будто карандашом нарисовано, так как и аппликации как будто перемещаются. То есть это очень бедно, что платформер, но красиво нарисовано. Сюжет там не такой, что ты спасаешь принцессу, хотя ты реально спасаешь принцессу, но там все очень сложно. Начинается с того, что главный герой совершал в жизни много ошибок, вот он попал непонятно куда в какое-то промежуточное состояние, это то ли ад, то ли рай, что он здесь делает, неясно, но вот он идет по этим мирам, и все эти миры, по которым идет, все эти уровни, они сдвинуты по времени. Одна идея, то, что время не может стоять на месте, а может двигаться в совершенно разных направлениях, так как и пространство, она вздана в абсолют. Самый простой вариант это такой. То есть совершенно реальное время на уровне, ты на нем прыгаешь, но в какой-то момент ты можешь время отмотать назад. Если, допустим, совершил ошибку и упал там на колье, но ты не просто отматываешь время назад, чтобы избавиться от ошибки, ты это используешь в качестве геймплея. Пример. Ты идешь, смотришь пропасть, на дне пропасти лежит ключ и колье, ты прыгаешь в пропасть, ты умираешь на кольях, отматываешь время назад, берешь этот ключ, и ты снова стоишь на колье пропасти, но уже с ключом. Круто, но это еще недостаточно круто. Другой вариант. Ты стоишь в мире, в котором время замерло абсолютно. Ты бежишь вперед, время идет назад. То есть все монстры, которые, например, идут, ты идешь назад, время движется вперед. Мягко говоря, настолько непривычно, что ты вот от этой идеи, единственной по сути идеей, просто что можно делать разные шутки со временем, ты настолько, пардон, охреневаешь, что проходишь всю игру просто, хотя она сложная, она хардкорная еще, кусочки пазлов искать, некоторые загадки я вот, некоторые так и не разгадал вообще-то, как где-нибудь прохождение себя найти. Но как она сделана, при этом какая там музыка прекрасная, как там графика вся еще сделана, как вот эта идея со временем реализована. В общем, высшая просто оценка от меня лично и от всех Олегов-Ставицких этого мира, мне кажется, 9 баллов, просто как с доктором написал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok